Господа, всем привет! Сегодня сделаем небольшой с вами обзор на патроны от компании Техрим с пулей Red Team. Заявленная скорость у них 700 метров в секунду, с моего 61 ствола плюс-минус так они и показывают, где-то 699, 710 среднее. Отстреляем их на 100 метров, отстреляем их на 300 метров, посмотрим какой они покажут кучность. И им оппонентам будут выступать патроны с 1975 года выпуска из Советского Союза с тампаковой пулей. У меня упаковки не сохранилось, я вам фотографию вставлю, покажу как это все дело выглядит. Я их немного, правда, зачистил. Тампаковой пулей 9,7, новосибирская, может не новосибирская, гильза латунь, капсуль здесь идет малый бердан, то есть как в Барнауле, то есть там две маленьких дырочки и наковальня самой гильзи непосредственно. Сравним их по кучности, отстреляем точно так же на дистанцию 300 метров. Начнем с заводского Red Team, делать будем, я думаю, ну выстрела по 4 давайте, чтобы было хоть что-то как-то интересно. Включу вам сейчас вторую камеру. И обозначу, в какой кружок мы будем с вами стрелять. Вот давайте, у нас есть левый лист, и мы будем стрелять нижний левый круг Red Team. Я думаю, что вам запись будет видна. К нам залетел хумель. Начинается дождь, это хорошо. Дождь, это хорошо. средняя кучность где-то четыре с половиной сантиметра на дистанции 100 метров и давайте сразу же их нет чтобы не камеру не переставлять отстреляем новосибирский патрон не знаю новосибирск не новосибирск на пачке ничего не написано просто четыре выстрела сделаем этими патронами они вот видно видно не видно будет камеру немного коррозировали мы их стальной латкой прошел вроде бы работает правда иногда стреляют с задержками как мушкет их будем стрелять тогда наверное в самый правый кружок я сейчас посмотрю видно его или нет да его видно чтобы нам кучность не перепутать потом поедем все это дело посчитаем посмотрим если момент я заметил что этот патрон он немножко нестандартной длины у него около 71 сантиметра кол получается и пулю у меня сразу втыкается в поля то есть ну в нарезы простонародье если простым языком выражаться и если второй раз его то есть дослать уже по-другому позиционируется пулька стреляем правый кружок скорость у них я заранее мерил восемьсот пятьдесят метров в секунду с моего ствола хотя заявленный девятьсот десять патрон дослан но произошла сеть вторым выстрелом отработал осечка дымище конечно от них чуть ли как не от дымаря ну и видно что одну пулю немножко закинула вверх все сейчас немножко банка остынет потому что от нее идет марева я переключусь на 300 метров и мы продолжим продолжим эпопею с тех кремом и микрофон включен с тех кремом и новосибирском тех крем наверное отстреляем по гонгу потому что его баллистику я знаю плюс-минус хотя он тоже конечно кривой патрон заводской я имею ввиду пули сама по себе неплохая вот я уже вел поправку сделаем четыре выстрела по гонгу и и потом также четыре выстрела сделаем по бумаге новосибирском и поедем посмотрим чего у нас получилось правда заливать дождь ну как нас не заливает а вот мишени у нас довольно таки хорошо подмокают тех крем стреляем в гонг точность нам не нужна нам главная кучность а и но и и и и и но явно более одной минуты так и по той же поправки отстреляю просто середину бумаги новосибирск у них скорость правда выше мы можем выше бумаги уйти поэтому я наверно все-таки немножко опущу точку попадания нам опять же главное зацепиться за бумагу я ее вижу хорошо отсюда если что я сразу ее откорректирую попадание не вижу отсюда дождь не дает мне посмотреть я по-моему может быть и есть может быть и не доедем посмотрим если что скорректируемся опять осечка ну и простительно патронам уже много лет это очень легко зашел затвор закрылся легко закончили поедем сейчас поглядим станции 100 метров вот тех крим заводской патрон он нас показал поперечник рассеивания 5 сантиметров может быть чуть чуть меньше бумагу же просто вся намокла новосибирский патрон не знаю новосибирске или нет показал 6 и 3 вот такой вот результат по именно 300 забыл камеру включить вам на 300 метров но покажу сейчас что получилось так тех крим показал вот такую кучность 1 2 3 4 на 300 метров 15 с лишним сантиметров поперечник рассеивания новосибирском я не попал но там скорость очень высокая скорее всего все пули ушли выше я закрашу гонг чтобы было видно и по нему же попробую повторить новосибирске сейчас попробуем выстрелить еще раз гонг так я включил камеру на этот раз она точно пишет пересчитал поставил в калькулятор пулю новосибирскую полуоболочку 9 и 3 грамма и просто забил в нее скорость патроны которые фактически на этих патрончиках осталось крайние четыре выстрела я думаю мы может быть как-нибудь зацепимся за этот гонг но если не зацепимся значит не зацепимся будет техническое поражение так сказать по вине оператора так поправки ввел еще раз перепроверил на всякий случай не будем добавлять клик оставим как есть дерево с и она не очень сильная еще на такой дистанции так попробуем попал и причем попал очень удачно отрубил цепь на гонге на классненько классненько но он вроде бы висит давайте хоть как-то что-то посмотрим так первое попадание я вижу она вот у нас в районе дужки не попал пониже гонга сейчас буду целиться ну хотя бы просто примерно иметь понимание видимо скорость еще выше да скорость еще выше он не хочет к нам поворачиваться ну давайте мы его с этой стороны подрифтуем думаю что то у меня спусковой крючок не нажимается ну плюс минус они если понимать то что у нас мы попали в начале вас с одной стороны гонга пом но с другой стороны гонга пули прилетели вполне себе неплохо но жертвой пала цепь тем не менее результат кое-какой уже более менее понятен вывели через камеру смысл туда идти я какого-то не вижу объективные выводы вы можете сделать сами единственное что мы сейчас можем еще сделать это патрон с пулей red team самосборный прострелять также 100 и 300 метров и посмотреть что нам даст именно конкретно сама пуля если бы тех крем заряжал ее немножко по-другому сразу переведу камеру на 100 метров так еще сразу до включил и вот куда в какой кружок мы попадем такой попадем давайте вот самый центральный который вы видите вот него и будем стрелять также четыре выстрела так барабаны обнулил параллакс соточка и центральный кружок четыре выстрела кружок и а а немножко выше летят но это не критично не будем прям ничего выключать сейчас сразу переведу камеру на 300 так это 200 она мне очень интересный вот 300 бумага стойка у меня еле живая уже вся на изоленте но я думаю как-нибудь она еще один видос вытерпит совсем все танцует так ну вот так вот я думаю пойдет и гонг видны и 300 видны слева там 400 гонг так сейчас для объективности чтобы не мимо бумаги не улететь я сетку подведу под точку попадания получается у меня на минус 1 и мне нужно сделать 19 кликов значит я сделаю 18 и по идее на 300 метров мы должны в бумагу зайти она у нас чистая и там посмотрим что чего и куда и как и ну и и и Продолжение следует... Давайте еще один, на всякий случай проверочный, просто выстрелим в гонг. Если мы в него попадем, то значит мы точно в бумаге. Просто в центр гонга прицелюсь. Не попал. Очень-очень странно. Ну и из-за дождя бумагу замыло, я не вижу ни одного попадания. Хотя вроде бы я все поправки рассчитал и вел правильно. Ну поедем, посмотрим. Результат, который получился на 100 метров, у нас составил 38 миллиметров по центрам пробития. Четыре попадания, они просто у нас улетели правее. По ним результат получился у нас 15 сантиметров ровно. Вот такой результат. Ну и в гонге, как я и говорил, мы просто отстрелили дужку. А Новосибирск, пулька одна, это вот, которая отстрелила дужку, ввел потом поправку. Пуля попала сюда, и вторым выстрелом сюда. Ну это так. Не объективно, конечно, но тем не менее. Тут еще он кусок вырезан под цепь. Это уже выточила сама цепочка. Субтитры сделал DimaTorzok